Всегда говорилось так, это американская проблема Лучше бы запретили GTA 6 Любила японские игры Вконтакте ФСБшная помойка Вообще педагог виноват во всём Ну конечно тебе не до этого, у тебя занято время, ты гаммаешь сидишь Умоляю, только не говорите родителям Русы дави чертей Я чувствовала ярый патриотизм Это ещё шутка, СК, это шутка, это просто шутка Никто не взял денег, ну это же герой Наше общество, оно очень больное Нельзя излечить человека, пока не вылечишь человечество Где-то это всё Ну это очевидно Депрессия продаётся отдельно Всё, мы кстати видим, чем более капиталистическая страна Есть статистика, тем больше там Колумбайнов Вы все будете гореть в адском пламени Типа я отомщу, человечество должно быть уничтожено То, о чём мы сейчас с тобой говорим, это откровенная крамола Стас, привет У меня отписалось где-то полторы тысячи человек в телеге И только когда я сказала, что мы будем с тобой обсуждать буллинг Реально? Да Забулил получается тебя? Да Но момент в том, что, ну не считая людей, которые сказали Боже, это же прекрасно И ещё были те, которые говорили, что это худший поступок, который я могла бы сделать И мне кажется, что... Ты могла избираться на пост президента в двадцать четвёртом году И стать спойлером вместо Явлинского или Собчак Ну, как вариант Или же записать подкаст с тобой Я очень хотела с тобой обсудить эту тему Потому что буллинг именно как то, из чего вытекает в итоге скул-шутинг Да, мы не будем с тобой заострять внимание на буллинге вообще в общем И я хотела бы от тебя послушать, наверное, самый такой первый вопрос Недавнее происшествие Твои чувства? Ну, я не испытываю никаких чувств по поводу новостной повестки Я же, по сути, как хирург должен оперировать фактами И у нас есть факты, что, допустим, в советское время ничего подобного не было А если и было, ну есть на самом деле несколько примеров Они просто замалчивались То есть тут мы можем поговорить о такой вещи ещё как цензура Во всяком случае, касательно советского времени Но поскольку они замалчивались, не было вот этого вот культа Я считаю, что Колумбайн это мега распиаренный медийный культ Это круто То есть посмотри на всех этих колумбайнеров, которые являются последователями этих двух ребят Они в таких же футболках Они делают прямые отсылки Это всегда связано, кстати, с идеологией нацизма Который является прямым следствием капиталистической системы Это всегда абсолютно Потому что люди не видят смысла в собственном существовании То есть у нас же культ успешности Ну это всё очень взаимосвязанные вещи Но я скажу лишь, что не надо таких людей превращать в каких-то героев Которые совершают Колумбайны Потому что многие начинают Вот я помню, когда этот был Керченский Стрелок С этим ещё, с надписью Бог на лице Там же столько комментариев Я в какой-то паблик зашёл По-моему, это было Ну да ты имеешь в виду, когда девчонки там сходили с ума Какой он красивый И ты прикинь, мне 14 лет, я это вижу Так вот как стать героем Слушай, а прикольно А может быть о чём-то подумать Тем более меня там булит как-то жёстко и прочее Ну и кроме того Это не на каждого может сработать Мне кажется, это люди, которые изначально с некими психическими отклонениями Если посмотреть исследования психологов Потому что я темой Колумбайны интересовался Это чаще всего люди, которые обладают достаточно Ну они интеллектуальные, они развитые И склонны к саморефлексии И иногда у них какое-то аутентическое расстройство есть То есть небольшая степень аутизма У многих присутствует Да, но не все случаи были с тем, что были какие-то отклонения Вот давай так разберём Даже были случаи, когда никто никого не булил Ну то есть всё было хорошо И это были определённые проблемы в семье И ты их возвращаясь там спустя несколько лет Ты возвращаешь в свою начальную школу Там уже вообще другие люди И вот они это устраивают То есть там всегда есть разные предпосылки Но всегда говорилось так Это американская проблема У них там с оружием все Можно у бати взять ружьё Там ты вообще с ружьём на ты Всё окей То есть мы очень долго считали это американской проблемой Я никогда не считал Я всегда считал, что это капиталистическая проблема А Америка просто как страна самого развитого в мире капитализма Является, так скажем, демиургом Колумбайнов Хорошо, давай пойдём от такого Вот, ну когда произошла последняя трагедия Мизулина Екатерина написала, что Это всё потому, что нет хорошей охраны Вот давай от охраны пойдём Мы с тобой плюс-минус ровесники У меня в школе вообще охраны не было Ну то есть у нас был какой-то дед, он сидел От него толку было ноль И металлоискателей у нас не было И проблем этих не было У нас тоже не было металлоискателей Но наш охранник в итоге за педофилию сел Он там оказался вечерами С девочками, с восьмиклассницами Как в песне у Цоя развлекался Реально, у меня потом ещё, короче Я типа к нему не ездил на зону А все ездили, пацаны наши Потому что мы с ним нормально общались Да, и он мне потом письма присылал Что типа, Стас, я очень расстроен Что ты ко мне такой, серьёзно Мне к педофилу ехать Какой ужас Но он при этом какой-то обладал Водку с нами пил А, ну то есть поэтому ребята к нему Ну да, конечно Но он там мудрость жизни рассказывал Ну слушай, вот смотри Мы сейчас зайдём в школу Там будет металлоискатель И там будет охранник Если мы пищим, нас проверяют И многие считают Что вот поставить чуть ли не Росгвардию Представляешь, во все школы Росгвардию поставить Но мы, например, в школу будем Заходить очень долго То есть это большие бюджеты И неужели это правда решит проблему Ну два человека будет смотреть Ну то есть вот Как ты думаешь Я думаю, оно Ну глобальную проблему, конечно же, не решит Хотя странно, что Мизулина такое сказала Вообще принято во всём обвинять в видеоигры Лучше бы запретили GTA 6 Нет, она тоже об этом говорит Да не-не-не, за Мизулина адекватная в этом плане Да, Хим как девчонка С тонножевых ранений нанесла Пятиклассница своей и одноклассница Слава богу, девочка выжила Ну представляешь, да, какая травма у ребёнка И потому что для всех так Любила японские игры И вот там вот это всё Ну это абсурд полный Уже давно доказанный Что если у тебя всё хорошо И ты играешь Ты не пойдёшь никого убивать Там точно не будет таких проблем Ну конечно же, не до этого У тебя занято время Ты гамаешь, сидишь Ну если послушать Екатерину Мизулину Ну помимо охраны Они, конечно же, говорят совершенно Правильную вещь Что с детьми никто не работает Психологов нормальных нет Наш психолог Это наш учитель по УБЖ был Ну то есть, ну вообще ни о чём Ну что, друзья Вот и заканчивается этот год И в декабре это Последнее видео Которое я посвятила буллингу Всё это время Компания Ясно Сопровождала каждый мой ролик И я безумно горжусь тем Что самый крупный сервис В России по подбору И видеоконсультации с психологами Ясно Остался со мной Приятно то, что такие сложные Тяжёлые ролики Поддерживает такая большая компания Вы представляете Более двух миллионов сессий Уже прошло в Ясно Это очень много И я понимаю, что с каждым днём Всё больше и больше людей Выбирают психологов И когда вы сталкиваетесь С этой тяжёлой Это правда на самом деле тяжёлый выбор Помните, что у Ясно Есть даже видео Визитки То есть иногда даже важно Как выглядит твой психолог Вот я вам честно скажу Мне это было важно Год для меня был тяжёлый Но он бы оказался бы ещё тяжелее Если бы не психологическая поддержка Я, как и в каждом видео Очень прошу вас Берите консультации Ищите на любую беду Или просто плохое настроение Грамотную помощь Знаете, что если вы приходите В компанию Ясно То вам дадут большой выбор И каждый раз Когда вы будете выбирать От анкеты до уже выбора психолога Помните, что у вас есть Не один выбор Целых 12 И это очень помогает И это нормально Если вам психолог не понравился В следующем году Приходите с новыми идеями С новыми целями И ещё добавлю Именно из-за психолога Я смогла открыть себе Новое направление Которым я хочу заниматься То есть психолог Это не всегда плохо Когда тебе там Ну никак Как-то больно Или ты хочешь выйти Из какого-то тяжелого состояния Иногда Это даже выход В новую себя Я вот так себя вижу Друзья Я дарю вам скидку 20% на первую сессию По своему промокоду Сара Все подробности под видео И вперёд Давайте В новую жизнь С новыми мыслями И новыми целями И вот смотри Эти ситуации Ещё половина замалчивается На самом деле чаще всего происходит Нам это не показывают Чтобы не было последователей Вот как с Колумбайном получилось Ну такая романтизация Ну и романтизация есть Очень большая Я тебе приведу свой пример Восьмой класс У меня мама Эксперт по криминалистике Работала в федеральном центре Судебной экспертизы И когда был Норд-Ост Она была в этот день Привозили отпечатки пальцев Снимать с оружия И вот этого дома Ну посмотрите В шок Да Какое что-то случилось И значит мы неокрепшие Ну это восьмой класс Как бы Это не те восьмиклассники Да у меня не было Такого большого Влияния телевизора И прочее Я это вижу И я вижу это в том Что террористы просят Вывести войска Из Чечни И тогда мы освободим Типа людей И значит я маленькая Такая прихожу В свой лице И говорю А вот чего вы так все А вот вывели бы их И может быть Никто бы не умер Ну детский подход Такой нелепый Такой типа Никто бы не умер Ну плюс ты еще видишь Мой внешний Она из Северного Кавказа Да То есть маму в школу Поощрение терроризма Меня забулили так Что после этого Моя агрессия Была до состояния Что такого Я хотела мир во всем мире А со мной поступили так То есть я встречалась С буллингом По поводу национальности Типа я там Ну темненькая И все вытекающие Другие выражения Я застронула Чеченскую войну Когда училась Это был самый такой Вот яркий разгар Когда вот это все Пыталось как-то Слушай, но здесь я бы Все-таки уточнил Что проблема В твоем восприятии Скорее всего Ты это видела По репортажам НТВ А НТВ Они как раз Больше всех освещали Норд-Ост Наш знаменитый Алексей Пивоваров А там информация Так именно и подавалась И на твою детскую психику Не привыкшую работать С пропагандой Это подействовало Теракта в Норд-Осте Не было бы Если бы до этого Не было теракта В Буденовске Точнее Теракт в Буденовске Был бы Но если бы вы решали Другими способами Они же что сделали Все такие Ой, ну отпустите Они захватили заложников Что такого Вы будете штурмовать Много людей погибнет Ну хорошо Не захотели штурмовать Погибло в несколько раз больше Потому что после Буденовска Террористов А именно там В том числе и смертников И всех остальных Их стало в 3 или в 4 раза больше Буквально за 2 недели Я изучал тему чеченских войн И общался с военным историком Евгением Нориным Это к вопросу о том Что ну Справедливости ради Ну как бы Ну забулили Но виновата в этом По сути пропаганда Конечно Нет, безусловно И неокрепшие Непрофессиональные Вот педагоги Которые могли Ну по-другому Со мной поговорить Отвести меня В сторонку Не позорить меня При всем классам Говоря что я там Кого-то защищаю Поощряю Они перед всем классом Педагоги Да, да Это было очень некрасиво Слушай, ну это Нет, таких увольнять сразу Надо Вот, и смотри Это хорошо Что у меня была нормальная реакция Да, то есть там пошла Поплакала Поняла, что больше дебильные вопросы Не задаю И все А реакция могла быть другой Плюс Это еще постоянная Вот эта вот тема Что ты не русская И вот я сейчас хочу Задать такой вот вопрос Почему я вспомнила Про это все Тебе надо было просто Русы давить чертей Какой кошмар Это вот что О чем меня предупреждали Смотри Есть такая вещь Это еще шутка СК Это шутка Это просто шутка Ты считаешь Что шутинг Будет Будет больше шутинга В школах, да? Ну скорее всего да Потому что Если государство Не контролирует Информационную повестку Информационное пространство Оно же очень сильно Романтизируется Ты посмотри Многие герои Да те же самые Бонни и Клайд Есть марка Виски таких А это же просто убийца Это по сути массовый убийца Хорошо У тебя есть знакомые Приятели Кого ты фоллоешь В социальных сетях Которые романтизируют оружие? У меня на самом деле Ну вот скукаться с пистолетом С ружьем У тебя нет таких знакомых? Я вообще ни на кого не подписан В соцсетях не сижу Ну понимаю о чем ты говоришь Да скорее всего Это же романтизация У меня есть страшные вещи На самом деле Это пиздец Короче у нас в школе был чел У него было мега прыщавое лицо Мы его называли всегда священник Потому что он ходил в такой рубашке Ну похоже на рубашку священнослужителя Типа католического Ну да Знаешь что такое Обратный экзорцизм? Вот Ладно извини Я не мог этого не сказать Так вот Нет Сейчас без шуток Короче Ну мы его как-то начинали булить Но он был мега агрессивный То есть он там парту мог перевернуть Всегда давал сдачи Поэтому его булить прекращали Достаточно быстро И уже спустя Три или четыре года После окончания школы Я его как-то встретил И он такой идет Весь там В цепях Какой-то весь Исколотый Проколотый Просто страшный И я захожу к нему на страницу Но мне стало интересно Чем человек сейчас занимается И там просто Вы все будете гореть В адском пламени Типа Я отомщу Человечество должно быть уничтожено Такие посты Прямо такой Ни хрена себе Вот кто отслеживает этот момент? Вот этот пост, да? Да никто не отслеживает А если будут отслеживать Тебе скажут Ой, ВКонтакте ФСБшная помойка Будет в Телеграме В секретных чатах Там с другими такими же Наоборот больше объединяться Я вообще Ну не сторонник запретов Я сторонник Хорошо, а как наказать Этих детей Которые вот так булят? Так наказать Чтобы они больше этого не делали Вот ты педагог Ты видишь Вот все Вот ты Я слушала не раз в интервью Ты говорила Что да, я булил Это весело Не, ну я булил Чтобы меня не булили Более сильные Это нормальная реакция Ну типа ребенок Да И это на самом деле Ужасно вообще Но это территория педагога Да Но педагога Не в современной системе образования То есть понимаешь У меня более глобальный подход У меня все равно Все упирается В этот проклятый Чертов капитализм Да Хоть меня там за это истебут Что у Стаса Я как просто всегда Во всем виноват капитализм Но я рассуждаю как Педагог Во-первых Система образования Вот эта вся баллонская система Хуйня полная Она неправильная Нам надо возвращаться К советской системе образования И педагог Это должна быть Самая высокоплачиваемая профессия И он должен быть Элитой общества И вроде бы все это понимают И я уверен Что окажись ты там Перед Путиным Да Он тебе скажет то же самое Но почему этого не происходит Не происходит этого Потому что Россия Как сырьевой придаток Как страна Которая ничего не производит А лишь продает ресурсы Не заинтересована В появлении таких кадров Раз такие кадры Да Умные Работящие Не нужны То и образование Это не та сфера В которую стоит вкладываться Потому что образованный человек Он более высококвалифицирован Он себя больше ценит Он начнет требовать Отстаивать свои гражданские права Поэтому государству Не выгодно Появление таких вот Работников И как следствие Не выгодно Чтобы учителя Были элитой общества Вот собственно говоря Поэтому учитель Никогда не будет авторитетом У нас американская Больше система Что учитель с учеником Должен говорить На равных нет Учитель должен быть авторитетом Ну вот я тебе так скажу У тебя когда дети пойдут в школу Ты узнаешь Что вообще педагог виноват во всем И с педагога сейчас спрашивают очень много У тебя же очень много частных школ Да не стоит И государственных Смотри как было раньше Ты приносишь двойку Тебе мама говорит Почему два А сейчас когда ты приносишь двойку Они идут к педагогам И говорят Почему у него два Скажи потому что ты долбоебка С ними уроки не делаешь Иди нахуй отсюда Все Но Мы же не можем так говорить Ну надо говорить Ну потому что Мы с тобой все равно Упремся в то Что система такая Я вообще не понимаю Все это в давлении На учителей Получают сгуркин хуй И отребуют с них Уйдет Они же ее сейчас перестраивают Мы опять вернемся к специалистам Да перестроят это какое-то говно Ну надо какое-то говно перестроят По-любому Я повторюсь Моя точка зрения такая Что пока не будет Заинтересованности России В собственных производствах Высокотехнологичных Да там компьютеры делать И прочее Для которых нужны такие кадры Да В образовательной системе Ничего не изменится Учителя это самые важные люди В обществе я считаю Они должны зарабатывать Просто овер до хуя Но и тогда можно С них будет там что-то требовать Ну вот смотри Я открыла это место Для того чтобы здесь Прославлять российских поэтов Ребята приходят Приходят Кстати От 16 до 35 Классные ребята Мне очень нравится И многие говорят о том Что ой да я читаю Но я типа ни с кем особо не делюсь И визуально я смотрю на них И я понимаю Что есть ребята Вот те Которые Ну видно Их буллят И им очень откликается То когда я говорю Что писать свои стихи Писать их в манере Маяковского Это прекрасно И великолепно Приходи вставай здесь И читай Ну классно То есть это есть Это поддержка Но почему там у Кати Мизулиной тоже Так ее любят Школьники Потому что она дает Эту поддержку Теперь давай вот так Подойдем к тому Что если нашим детям Нужна поддержка Значит ее нет дома И значит ее нет В школе Получается у нас Нет системы психологов Вообще Она отсутствует полностью Если ты что-то рассказал Это моментально Донесут до родителей А обычно мы боимся Родителям сказать То тогда возникает Такой вопрос Когда мне не будет страшно Отводить ребенка в школу Да я не знаю При капитализме Ну тут у тебя есть ребенок Да Но все равно Самим надо заниматься Слушай Мы В принципе Мы подошли Короче мне в детстве Одну историю рассказали Она мне так запомнилась Ну типа знаешь Обычный разговор Я с мамой в поезде еду И там какая-то женщина Мне причем было лет Что-то 14 И вот там женщина с нами Соседка была По плацкарту И она там рассказывала матери Что типа вот пришли они С ее мужем Ребенка отдавать В какую-то очень крутую школу Очень крутое заведение Вот говорят Мы хотим Чтобы у нас ребенок Там был крутой Счастливый Все у него охуенно Было по жизни А им этот мужик и говорит Ну тогда вы типа опоздали Они говорят Как опоздали Ему сейчас всего год Ну начинать было Надо типа еще За год до зачатия Типа Я типа эту тему изучил И мы там бросили пить Курить Отказались от фастфуда На то время Даже вот просто В принципе перед зачатием Все проверки Там все хуйню И я своим ребенком Хочу сам заниматься Я вот на самом деле Думаю даже плюс Какую-то Какие-то вещи Из школьной программы Повторить Поэтому я вот эту ответственность Беру в первую очередь Конечно на себя Но в любом случае Школа будет частная Потому что Если от тебя Полторы тысячи человек Отписались Представь что будет с ней Когда узнает Кто ее папа Не ну кстати смотри По поводу частной школы У тебя какие плюсы Частной школы Твои личные Это то что Метильность твоя Ну я надеюсь Что там будут нормально учить Во вторых Ты платишь бабки Можно приходить разъебывать Говорить Ты что сука Сколько ты платила Вот видишь Ты делаешь Ну да Ну получается Как мы с тобой Перейдем в уважение Педагогу Нет ну я же условно Говорю конечно Я так не скажу Человеку живьем Я могу там пошутить Про кого-то На живьем Нет ну давай так Я понимаю что ты Дословно так не скажешь Но ты потребуешь Ну да Потому что частная школа Но все таки Государство должно Обеспечивать образование На мои налоги Оно этого не делает В той мере Которая меня бы устраивала Поэтому я пойду В частную школу Выберу лучшее образование Но большую часть времени Именно какой-то Каким-то идеологическим Воспитанием своего ребенка Я буду заниматься сам Потому что это в первую очередь Ответственность родителя В любом случае Здесь я с тобой полностью согласна Никакая частная школа Не объяснит твоему ребенку Про эмпатию Да и там То что животных нельзя обижать И прочее прочее То есть это понятно Но Частная школа для тебя Равно безопасность Ну да Безопасность Ну типа Испокойство Потому что я-то учился В обычной Общеобразовательной Чего там только не было Ты знаешь Какие годы И там у нас были И изнасилования И педофилия И наркомания И вообще Ну вот Вообще все было Помнишь У меня большинство Моих одноклассников Там половина Наверное сидят Да ладно Ну я думаю Что да Кто кого-то На жом пырнул Ну большинство За наркоту конечно А ты помнишь Это был Ну и до сих пор Есть такой режиссер Валерия Гай Германи Ну да Школа сериал Не настолько жестко Как там показывают Слушай А как думаешь Как разрешили этот сериал У меня вся был вопрос Что пошло не так Что нам показали Честно Этот сериал Ну Эта история могла быть реальной У нее есть все шансы Все истории там Я думаю Реально по большей части Ну и то Что ты там целовалась С мальчиком И потом все называют тебя Девушкой Определенного поведения Да А потом тебя там И булят И шпинают У меня есть Девочка Со мной у меня училась Она Приходила постоянно грязная На мои уроки Подготовителем То что ее били И когда я говорила Что сейчас Я никогда мне не говорила А когда она Уже рассказала Первая была фраза Умоляю Только не говорите родителям Ну а типа А что Ну вы скажете Родителям Заберут ее В какой-нибудь детский дом Что там думаешь Лучше будет Слушай ну Они боятся Блин я все превращаю в тлен Нет ну почему Они боятся Ну у тебя тоже может случиться так Что ребенок побоится тебе что-то рассказать Причем фигню какую-то Она может быть вообще быть ерундой Но он посчитает Что папе Он Она Что папе Это не понравится Папу Это расстроит Я не рассказывал Я не рассказывал никому о том Что мой отец Алкаш Только потому что Ну мне было как-то стыдно За эту хуйню Меня как-то раз видели Бутылки сдающим Тоже блядь Знаешь поводы для шуточек И прочее Ну что поделать Проблема она общественная По поводу сериала И как его разрешили Но это все-таки были Двухтысячные Тогда все было максимально Свободно Тогда и канал НТВ Существовал И у российской власти Вообще никакой Субъектности не было Они были всего лишь Жалким придатком запада Сейчас у них появились Свои амбиции И конечно же Они много что будут Цензурировать И много что будут запрещать Но есть же Про то же слово Пацана Вот только хотел тебе сказать Вот вы сейчас подходите Это исключительно Ну негативное Представление Вот этих ребят И это было понятно С самого начала Что кончат они все плохо Но люди даже Не досмотрев романтизируют Есть люди Которые В принципе Склонны к романтизации Чего угодно Ну завтра Про геев им покажут Они пойдут все там Парней кадрить Покажешь там Про слово Пацана Они даже Для кого-то и бригада Была руководством К действию А ведь их всех убили И по сути показали Такую Бесперспективность Подобного рода Образа жизни Но все Но же героями Ну для всех Все становится героями Рано или поздно Поэтому вопрос Все-таки Подобного рода Как раз таки Цензуры И вопрос Все-таки Здоровости общества А наше общество Оно очень больное Ну как и любое общество В мире Да мне надо уточнить Потому что я никогда Россию не выделяю Проблемы у всех Капиталистических стран Плюс-минус одинаковые А вот в той же самой КНДР допустим Нет вообще Колумбайнов В принципе Потому что там Идеология другая Ну и у них И запретов больше Нет Каких Ну я не думаю Что они могут Имеют в таком доступе Все материалы Ну это правда Но эти материалы Они не имеют Не потому что Типа там Товарищ Ким Чен Ын запретил А просто потому что Они отрезаны От глобальной сети И это было не их решение КНДР хотели бы Частью мирового интернета Но их просто отрезали Точно так же Как и некоторые Другие страны Ну хотя в том же Самом Китае Колумбайны тоже Вроде как есть Вот Но я думаю Что эта проблема В первую очередь Общественная И можно какие-то Знаешь Ну типа У тебя что-то сломанное Ты можешь на время Завести этот двигатель Подтолкнуть машину Но это не отменяет Того факта Что подобные вещи Будут происходить И дальше Вот знаешь Меня булили за Мою национальность И прочие Вот эти вот Вытекающие из Ну я это все Свожу к тому Что была Чеченская война Ребят забирали на фронт И была вот эта вот Агрессия Никто не разбирал Что я нищенка Темненькая Темненькая И все То есть было так Что девчонок звали На день рождения в классе Меня не звали А остановились Общались Извини Мама не разрешает С тобой общаться И когда я долго Ну я долго думала Об этом Почему оно так Сейчас это И проблемы такой яркой Нет Сейчас другой враг Но при этом Если ты откроешь Учебник начальных классов По математике По русскому Там везде русские имена Ну то есть там Оля с Сережей Делят мандарины Да У тебя есть понимание Почему там нет Северного Кавказа Того же нашего севера И прочее Почему этого нет Ну наверное Потому что Большинство Это русские Ну типа титульная нация Считается Поэтому Ну более привычные имена Но я не знаю Это знаешь Это типа На мой взгляд Вообще несущественная Неважная вещь А будут кавказские имена Все такие А что это Россия самая большая Россия больше всего ресурсов А что это там Ну это Короче Меня вообще насрать Ну будет там Любое другое имя То что тебе Все равно на это Это потому что Ты взрослый человек И ты даже не обратишь Там то что Сережа С Магомедом Делят эти мандарины И сколько там Кому чего не хватило Да Это один разговор Но когда эти слова Понимаешь Когда я вижу это имя В учебнике Мне проще Я уже не удивляюсь Хотя безусловно Сейчас дети идут Они там Ярополка будут видеть И Фатиму в то же время Да То есть это Это не наш с тобой период Это уже другие имена Но Мы же должны адаптировать детей К другим именам К другим акцентам Да я не знаю Мне не кажется Что это какая-то Ну существенно важная вещь Ксенофобия любого рода Она произрастает Не из этого Она прорастает Из пропаганды А пропаганда Является следствием Ну капиталистических интересов Опять же Если посмотреть Например 14 года Цель была Вроде бы просто Россия Они говорят Вы угнетатели Вы империалисты Вы нас колонизируете Ну я про страну 404 А по факту Ведь там просто Это все олигархи Спонсировали Которые были настроены На работу с Европой Потому что весь бизнес У них был через Европу И отжали все предприятия Чтобы тоже с Европой Более комфортно торговать Но это всегда вопрос интересов Какая мне разница Какое у меня имя написано В школьном учебнике Если мне в интернете И по телевизору Расскажут Что кавказцы плохие Или украинцы плохие Или русские плохие Да какая мне разница Что я там с этими именами рос Ну а смотри Для меня самый большой страх Это если повторится Период Когда были Марши русских Помнишь На Да я помню Русские марши Нет их больше Охотный ряд Когда перекрывали Это все Это был самый страшный период Я боялась идти в метро То есть я тогда ездила на метро Их не повторится Я тебе объясню почему Потому что Это Ну во всяком случае В перспективе Ближайшие 10 лет Откуда все эти русские марши Произрастают Они произрастают Точно так же Из интересов крупного капитала Который хочет Иметь свои боевые организации Для отжима предприятий Ну вон Я там открыл магазин Пятерочку А что эти там Вот эти вот Торгуют арбузами Дешевле чем я Они не русские Пацаны Ну-ка давайте Ты в курсе Что большинство Бесплатных организаций Секций бокса Секций борьбы Они спонсируются Как раз таки Олигархами Потому что у них Есть свои боевые подразделения Я вот допустим Был в Екатеринбурге Это мой второй родной город Потому что у меня жена оттуда И когда я ходил там В одно предприятие Я прям видел Главного олигарха ЕКБ Который там находится Я обойдусь без имен Потому что Да тут вопрос Ну такой щепетильный И как раз таки Эти ребята Когда я вышел на митинг Против строительства храма В Екатеринбурге Ну точнее Против строительства Его на этом месте Где люди отдыхают Там были как раз таки Эти ребята Поэтому я болел против них И они все проиграли Ментальная сила Она была против них Ну нет Если серьезно Я просто люблю Периодические шуточки Вставлять Это используется Потом для отжима бизнеса Все эти русские марши Они спонсировались Определенными людьми Для последующего Достижения Своих бизнес интересов Ну не нравится им Что кавказцы Составляют им конкуренцию И делают бизнес Значит кавказцы плохие Не понравились В стране 404 русские Значит русские плохие Русские захватчики Нужно с ними бороться Но они имеют Эти организации Они их спонсируют И они ими управляют И чаще всего Набирают из около футбола И так и растет национализм На мой взгляд Во всяком случае На данный момент Поэтому То о чем ты говоришь Оно сейчас уже невозможно Объясню почему Русские марши были Как раз таки Когда российская государственность Была слабой Сейчас у нас Что-то более похожее На госкапитализм И все крупнейшие предприятия Норникель И все остальные олигархи Они ходят под Путиным По сути Ну Путина я имею ввиду Не лично Владимира Владимировича А его власть Ту власть Которую он представляет И поэтому Они этого не допустят Потому что у них здесь Интересы не перекликаются Они больше бросят Силы на Какую-то пропаганду Другую Хотя по факту Их больше устраивает Торговать и дальше Поэтому не важно Какие имена Написаны в учебе Я поняла тебя Мне все равно Как лингвисту Хотелось бы видеть Многонациональность Нашей страны Вот Там очень мало Уделяется тому внимания То есть мы вроде бы говорим Там у нас единство Прочее-прочее Но у нас очень мало Внимания там уделяется И вот как ты мне сказал Что русского марша И вот то что мы видели Не будет Ну я считаю Я никому ничего не обещаю Это понятное дело Ну Рогозина сняли С Роскосмоса Так что все не будет Некому уходить Ты знаешь Ну да Есть вопросы К Рогозину После его рекламы Да там есть вопросы У меня нет никаких вопросов Ну например у меня Собчак окончательно С ним было все понятно Когда помнишь Собор Парижской Богоматери Горел И когда она написала Пост в инстаграме О том что вообще Это виноваты Все эмигранты Приезжие И прям так ярко Описывал Какие арабы плохие Ну слушай Ну я на самом деле Здесь с ней мог бы Согласиться Но арабы плохие Не по национальному признаку Ну это же надо писать Да Людям У людей отжали все То есть наше благополучие И благополучие США И Европы Зиждилось на уничтожение Арабских стран Ну ясен хрен Они будут недовольны Давайте еще возмущаться Что кто-то там Из страны С которой мы сейчас Сражаемся Да Приедет И будет устраивать диверсии Чего этому удивляться Ну это как бы Вы Ну вы сами виноваты В этом Это политика ваша такая Она к этому привела Вы не давали людям Жить спокойно Вы поддерживали Ну в том числе И Израиль С его сионистской Абсолютно политикой Но я не хочу здесь Вставать абсолютно Не на чью сторону Но я все-таки считаю Что если вы Разрушаете дома людей Ну вы как бы За это заплатите Хотя именно в поджоге Собора Я не изучал Я думаю что это вообще Халатность была Просто какая-то и все Скорее всего халатность Ты знаешь у Колчака Было такое выражение О том что ну Война есть война Да и что вы хотите Если ну я сейчас Тебя ударю И потом буду удивляться Что ты мне сдаешь Ну это все объяснимо Но что люди Неаккуратны со словами У нас это есть Они вот взять Арабы Все вот под одну гребенку Да там Там евреи Там и прочее То есть все равно Нас еще не научили Быть аккуратными С этими словами Я тебе скажу так У меня вообще нет Никаких предубеждений По поводу национальности По поводу вероисповедания Для меня достаточно Что речь идет о человеке Хуже все равно Уже некуда Марк Туэн Да точно Так получилось Что я не чеченка По По национальности Но у меня очень много Связано с этим Человек который Меня воспитал И очень многое мне дал Он военный корреспондент И Бывший пресс-секретарь Ахмада И Рамзана Его к сожалению Больше с нами нет Это Олег Керимов Для меня он очень близкий Был человек И он мне объяснял Когда мы говорили С ним о буллинге О том Как недружно Может развиваться Класс Школа За счет национальных моментов Плюс СВО Который идет И мы тоже с тобой Можем видеть Не очень приятные выражения В сторону национальности Но что он мне сказал Что любая Вот эта вот Национальная Проблема Она возникает В случае Когда не делаются выводы А кто должен выводы делать И как с ними потом работать А вот смотри Любой вывод По факту Ну Я сейчас попытаюсь объяснить Что я понимаю Выводы У нас мало Пропагандируется Я не побоюсь этого слова Историй О русских учителях В Чечне Русской национальности Преподающейся русский язык Которые не уехали Из Грозного И учили детей Потому что они учителя Кто-то погиб Но кто-то до последнего Оставался И преданно выполнял Свою работу Ну Это не рассказывается Понимаешь Никто об этом Не хочет говорить Потому что В этом теплота Этой профессии И преданности Когда ты не смотришь Кто ты Да Или как ты выглядишь То есть им говорили Мы вас заберем Все Нет Там изолировали весь город Они были под бомбежкой И все равно Негодись наши дети Мы останемся с ними В каждой войне Есть действительно Огромное количество героев И Но это одна из немногих вещей После которой В принципе хочется жить Я человек достаточно депрессивный В последнее время Но Я знаю такие истории Из Донбасса И они Безумно вдохновляют Люди Иногда вот знаешь В таких стрессовых ситуациях Ты видишь какие-то Человеческие черты После которых Ты начинаешь вновь верить В человечество Извините Что перебил Да Я согласна Это очень приятная история И вот это Как раз таки Такая романтизация Она Трогательна Подход Вот трогательный К учителю К тому что Ну какой-то труд Как это было важно И А кто этим должен заниматься У школы Как институт Слушай Школа Как институт Школа Это сейчас бизнес Как бы это ужасно не звучало Но это правда Всем похуй Они будут рассказывать истории Которые хорошо продаются Вот есть У нас запрос Допустим На антисоветчину Все Солженицын В школьной программе Зачем рассказывать Это не интересно Я пойду лучше Спайдермена посмотрю И примеры там Рассказываю Вот Яна Топлеса Вот этого Убогого В школах показать Ну и учитель Себя работу Часть снимает Да И проще Ну просто мы живем Вот что продается Понимаешь Что и покупается То люди Вот на что есть спрос То люди и будут получать Но не нужны такие истории К сожалению Я с тобой полностью согласен Это герои О них нужно рассказывать Но мне вот молодому юнцу Вообще похуй Ну да Ну вот и все А учителя там Сейчас они такие Типа вот Давайте находить какие-то подходы Давайте им там Чуть ли не с детства Такие сайки пихать И прочее Ну вот смотри Они же по идее говорят Что раньше был Гагарин А сейчас героев Нет героев Море Вот я также Дружила и дружу С девушкой из Мариуполя Она попала под бомбежку И мы Наша семья Помогала ей уехать Она сейчас в России Кстати приехала Сейчас нам в гости У меня завтра день рождения Она приехала Со мной его отметить Вот И эта история Я когда ее рассказываю Вам честно признаюсь Я брала здесь врачей В Москве Чтобы ей помочь Морально и физически После этого Ни один врач Не взял с меня денег Хотя я приводила Говорила Я все сделаю Пожалуйста Вот я хочу Чтобы девочку проверили Чтобы у нее дальше Все было хорошо И они знают Потому что ей приходилось Рассказывать Откуда То или иное Никто не взял денег Ну это же герой Герой Безусловно И сами по себе люди Очень много хороших людей Встречаются Я часто подобное вижу Я тебе говорю Про востребованность На уровне государства Про востребованность На уровне пропаганды Я вот про это То что Ну то что ты рассказываешь Это частный случай А чтобы оно стало Совсем глобальным Здесь уже нужно Чтобы по другому Государство подключалось Если уж говорить Про СССР Там все было по другому Там у страны было Чувство Скажем так Собственного достоинства Своя Достаточно жесткая политика Хоть партийная номенклатура Страну и развалила Будь ты проклят Горбачев Ёбаный С Хрущевом месте Вот Хоть страна это развалила Но там все таки Да Там в школах Рассказывали о таких людях Хоть на это и Ну нет спроса Но с детства Закладывали правильные ценности Потому что государство Было настроено Вот на создание Таких вот людей Наше государство Настроено только на одно Он знаешь Как этот Дверьми Не дверьми Запиляет Я сижу Бухаю Мне еще похую Вот у нас Я сижу Продаю ресурсы Мне еще похуй Все будет Что производится Не будет Никто ничего Не контролирует Никто ничего Не расследует Никто ничего Не делает Так как еще Скажет Блядь да Надо выводы Сделать Надо делать Нет Я не знаю Я просто понимаю Что это же все Ну давай так У тебя очень популярный канал Был Ну бусте тот же самый Все равно ВК Ну люди меня поддерживают Вот смотри Люди поддерживают Ну Мы можем рассказывать Эти истории Ну Слушай Я же живу В капиталистическом мире Я У меня есть Скажем так Вот своя внутренняя Какая-то квота Да Столько-то там От своего заработка Я жертвую Ребятам на фронт Кому-то лично Деньги перевожу Помогаю Кого знаю Из-за волонтеров И прочее И о каких-то вещах Важных Рассказываю Но если я буду Заниматься только этим Я потеряю всю свою популярность И даже этим людям Помочь не могу Жизнь это всегда Такой знаешь Диалектический компромисс Поэтому Ну Я Я и так рассказываю Есть вот интересные люди Вот у меня Тоже приятель Вова Грубник На пожизненное Отправился За В 14 Году Потом обменяли Через несколько лет Но чел по сути С жизнью попрощался И я там делал вставку Где он встает Его приговаривают По сути Все типа У тебя жизнь кончена Он такой Я не признаю над собой власти Вот это вот государство И прочее И ты такой Действительно Вот это пример для подражания И мы и с ним записываем Приезжают ко мне люди Тоже Которые живут на Донбассе Том же самом Записываем что-то Но я не могу заниматься Только этим Потому что Нет Но ты этим занимаешься при этом Я живу в капиталистической логике И эти люди На чьи страдания Я посмотрел Они мне теперь Ну не сказать Что чужие У меня и много друзей И волонтерством Тоже занимаются И прочим Я помогаю В меру своих возможностей Но большую часть времени Я занят тем Чтобы работать Скажем Над своей увядающей Из-за удаления Ютуба Популярностью Поэтому Ну Я что-то делаю Да Но это не станет Глобальным процессом Если завтра Если ты будешь один Да Ну и будет больше там людей Но Как их будет больше Большинство вообще Эту тему не произносят То о чем мы сейчас с тобой говорим Это откровенная крамола У меня столько блогеров Миллионников Которые такие Бля Я так боюсь об этом У меня рекламодатели У меня все От них уйдут рекламодатели Они останутся без денег Нахуй им это нужно Сейчас Сейчас ни один блогер Ни один Зарабатывающий нормально денег Не выразит Свою поддержку России И не будет он рассказывать Об этих историях Потому что платформами Мы не владеем А деньги Они как бы Превыше всего В нашей системе Вот смотри Я была в Америке Не соврать Четыре раза Я постоянно езжу В Калифорнию В Лос-Анджелес Потому что Мне там очень нравится Природа По работе? Нет А то когда в Калифорнию едешь Главное не сгореть на работе Я тебя вывела Так вот И ты знаешь В самом Лос-Анджелесе Не интересно мне было Я выезжала Смотрела там парки Национальные И видела вот Простых американцев Как живут простые американцы У каждого У дома Американский флаг И если честно Я считаю Что они Нам С нами очень близки Ну то есть Когда я с ними общаюсь Это у меня английский Ну я лингвист Окей У меня нет проблем В общении Но У меня не было Никаких проблем Именно в Вот в комфорте Этого общения Это простые Приятные люди Но Когда Я Слышала Их рассуждения О стране Зная Недостатки Своей страны Подчеркивая Недостатки Своей страны Я чувствовала Ярый Патриотизм Все равно Даже гордость Просто за то Что ты американец Ну они же с детства Флаг поют Ну вообще на самом деле Сейчас же наши дети Тоже начинают петь Кстати Ты пел в школе гимн У нас не было такого У нас тоже не было Вот Ты знаешь какие возмущения Самый популярный возмущение Почему мой ребенок Должен петь гимн И при этом тебе нравится Там Америка Например Ну в Америке Это уже традиция Но на самом деле Ну нам тоже нужно ее Они использовали же Еще так называемый Салют Беллами Ну по сути Они всю эту практику Взяли у Гитлер Югенда Я вообще считаю Что Соединенные Штаты Америки Это полный преемник Третьего Рейха Который воплотил Все что О чем когда-либо Смел мечтать Гитлер Но только это все еще Улучшил Адаптировал Под современные технологии И научился строить Фашистующие режимы В других странах Мне вот это вот Эта теория называется Фашизма на экспорт Это не я ее конечно же придумал Она достаточно старая Ну у них да У них с детства идет Вот эта вот вербовка Но заметь Что это патриотизм От колумбайнов не защищает Это неплохо Это неплохо Потому что Это молодое государство У них должны быть эти проблемы Они намного моложе нас Ну и что Какая разница Ты про какую Россию Российская империя Советская Россия И Российская федерация На мой взгляд Разные страны Каждый раз ты их оцениваешь Как Я просто Оно же все с нуля начиналось Ну конечно Российская империя Это монархия Где там Декабрист Я здесь тебя поправлю Потому что мы говорим с тобой Об одном и том же При этом языке А язык накладывает Определенные культурные моменты Ну хорошо Тогда американцы Это Великобритания Все Это просто иммигранты Из Великобритании И тогда они все равно Старше получаются Ну как испанцы Ну да Это вообще попури Из Ну там Ну страна иммигрантов Ты можешь там найти Очень много русских Которые не знают английский Живут в поколении Очень много таких А мне бургер дороже родины Ну слушай Но все равно Ну очень много Из патриотов Которые не откажутся От грин карты В Москве Например Я уверен Что мы с тобой Таких найдем Короче я не считаю Что это типа Какое-то глобальное Решение проблемы Но Конечно мне бы хотелось Чтобы наверное Российская Власть занялась Таким вот Хотя бы каким-то Базовым воспитанием Патриотизма Молодежи Но я Не имею уверенности Что это получится Потому что Кино у нас И культура Все равно американская Они нас полностью Культурно экспорприировали Поэтому Причем там у нас Котируются Не такие авторы Как тот же самый Стейнбек Да и прочее А вот Всякие ребята Которые Ну У нас даже Наши российские Это авторы Тот же самый Сорокин С его днем Опричника И остальные Там типа Дмитрий Гулховский Они исключительно Пролиберальные Они исключительно Проамериканские Потому что на мой взгляд Пролиберальные Значит Ну Либерал Значит Проамериканский Потому что Либерализм Это экономическая формация Которая выгодна Только Ну Тому Кто находится впереди Технологически Ну то есть Ты считаешь Что Шансов Очень мало Вернуть Такой Здоровый Патриотизм Чтобы была Дружба народов Вот это Потому что мы Только расширяемся Стас Нас не становится Меньше Но дружба народов Она на мой взгляд С патриотизмом Не обязательно Может быть связана Ну слушай Вот Мама моя спросила Она в Харькове Училась Жила в Дагестане Потом приехали в Москву Когда я родилась И она говорила Пока не пришел Горбачев В жизни не было выражений Там А кто по национальности А вы что Вы кто А вот когда Вот это все пришло Развалился Советский Союз Мне в очереди Говорили А ты черножопая А вот туда в угол Встала В конец А я на 21-летняя девочка И у нее В коляске я Понимаешь И как это Быстро Заметь Произошло Да вот так вот Это же те же самые люди Ну на самом деле Пропаганда велась Достаточно давно В том числе И с помощью ЦРУ Который изначально Для этого и был создан Но тут понимаешь СССР все-таки Он имел идеологию У нас идеологии Сейчас нет Потому что я Не понимаю Вот этот вот Русский мир Он изначально Имеет национальный окрас Что мне не очень нравится Типа как себя чеченец Будет говорить Я там за русский мир Но для меня Это просто странно Хотя против самой идеи Да того что Типа мы все там хорошие Ну как и любая идея Там вопрос Как она реализуется На практике Но в Советском Союзе Была экономическая идеология Она была материалистической То есть у нас есть Частная собственность Точнее у нас отсутствует Частная собственность На средства производства У нас социально направленное государство Мы несем коммунизм Мы строим коммунизм Революция Это процесс У которого есть начало Но нет конца У нас есть друзья Есть враги Все было понятно и четко А сейчас у нас В принципе и люди Оглупели И пропаганды Методы пропаганды Стали намного более серьезными И идеологии больше нет Поэтому я если честно Ну не знаю Как вот бороться Со всеми этими Национальными противоречиями О которых ты говоришь Потому что вот того же Сталина Его же не просто так называют Отцом народов Он был как раз таки этим Как он назывался Должность Тепанарде По национальному вопросу То есть он именно Национальностью занимался И он очень много Про это писал У него есть работы В том числе И очень серьезные Такие научные Но вот ему как-то удалось Все это померить А потом все это Разломалось Потому что Начали внедрять либерализм Либерализм это Каждый сам за себя Все Со словом русский Есть вопросы Да То есть когда Ну я еду за границу Я для них русская И я ничего не против Но когда меня вот Имя спрошит Сорвцы русская Скажу нет Ну я назову свою национальность Это у меня ничего плохого Как ты думаешь Вот Шаман С песней Я русский Не вот Почему нам нужен был Такой человек Да не нужен нам был Ну коммерческий проект Подожди Я с тобой не согласна Коммерческий Некоммерческий Можно вливать Огромные бабки В человека Если он не цепляет Он не цепанет Ты хоть Миллиардами его залей Он был нужен Слушай Ну как минимум Потому что Мы новые евреи Я еще в начале Войны это сказал Что Ну мы евреи В 1939 году Когда еще Все только начинается Весь мир сейчас Ненавидит русских Ну и они как бы Начали объединяться Это закономерный итог Шаман Я не знаю Я достаточно плохо отношусь К шаману Все эти его перформансы С клипом 20 апреля И пародии на постер СС Ну это честно говоря Пиздец Типа Понятно что Нас и так считают Как ты думаешь Это с чем Вот Вот эти плакаты Где у него кожанка И российский флаг На руке Да хайпануть хотели Это только хайпануть Конечно А что еще В этом нет подтекста В этом подтекст Потому что они выпустили 20 апреля В день рождения Гитлера То есть это и есть подтекст Они такие О вот весь мир нас считает фашистами Давайте на этом хайпанем И начинают все репостить Вот посмотрите Русские уже даже Своего фашизма Не стесняются В Кремле Ряженый эсэсовец С повязкой Поет о том Что мы там встанем Или На какой-то песне был клип Я уже даже забыл Где он красную кнопку нажимает Не-не Где красную кнопку Это недавний Он в день рождения Гитлера 20 апреля Выпустил клип Где он вот как раз таки С этой повязкой В коже Такой вот А-ля эсэсовец Вот он ходит Но это Но это обычная провокация Как то же самое Что Мадонна В католической церкви Там снимается Да И какой-то Разгад показывает А знаешь Проблем-то никаких Не было с этим У Мадонны Когда Я имею в виду В государстве Не было никаких проблем С церквью В Америке Когда Мадонна Устраивала разврат Частному лицу Похуй на государство Оно будет показывать Подожди А как же По текст Да Говорю Всем похуй Если на этом Можно хайпануть Вон и на красной кнопке Он хайпанул А это все В зарубежные медиа Понесут сразу Что типа Посмотрите Он хайпует А у людей Ну определенного У людей Которые Патриотического Склада У них есть запрос Кто-то становится Патриотом У меня куча Отличный пример Куча знакомых Которые такие Бля Ну они совсем охуели Я вообще Ну за Россию Никогда не был Но сейчас я просто Не понимаю Типа я Чисто за свою страну Потому что Я уже явственно вижу Что они хотят Нашего уничтожения И именно прям Вот Они этого даже Не стесняются И поэтому люди Объединяются Но Мне шаман Как бы не очень Хотя Ну понятное дело Как проект Они все сделали Грамотно Если бы не они Это бы сделал кто-то другой Потому что Это нужно было Определенным Потому что Есть спрос Мы живем В капиталистической логике Есть спрос Будет и предложение Главное это предложение Уметь еще развить Ну а смотри Если ты приедешь на Кавказ На что-нибудь свадьбу Там точно будет лесгинка Сто процентов Даже если это будет Самый современный кавказ Там будет лесгинка Ради бога Это круто Вот Когда мы сюда Придем на свадьбу Ну к русским Назовем это так Да вот в Москве Ничего национального Ну я ни разу не видела Видел же Когда-нибудь Польку включали Ну польку нет Затанцевали Там песни Ну что Ну Верку Сердюшку Ну что мы включаем Слушай вот Кавказ У него есть своя специфика Это общество Достаточно традиционное В принципе То есть у них Традиции имеют Важную роль для них А Россия Она все-таки Правоприемница СССР И юридически Во всяком случае Это так И у нас Девяностые Двухтысячные Это полный отказ От своей собственной культуры Это покаяние Это забытие того Что мы русские Что у нас есть что-то Что мы там Ну я себя считаю Вообще человеком советским В первую очередь Конечно Но отказались Потому что даже В советские времена Были очень Соблюдались Как бы традиции В том числе и свадебные Многие Еще от Российской империи Потому что Ну вот мы типа Мы новое государство С новой властью С новой идеей А у нас Ну мы все это уничтожили Мы все это продали Мы Ну покаялись Нам было стыдно Быть русскими Ну вот Собственно говоря У нас теперь Американцы Чисто свадьба Но ты не думаешь Что шаман Это и есть Вот это спасение Культуры Не я не думаю Зачем спасать культуру Все уже нечего спасать Нужно Создавать новую И тоже заниматься Культурной экспроприацией Раз уж проговорили Про слово пацана Вон его уже на Украине Запретили Такие русские Воздействуют на нас Через этот сериал И Пока не вообще Его могли смотреть Ну Ну типа через VPN Я могу сказать Но не хочу Блокировки этого видео Поэтому Но я тебе скажу так Культурная Это очень большая сила И я надеюсь Что сейчас это увидят Потому что То как он зафорсился И если бы там Доносились Ну несколько Другие ценности Например Россия показывалась бы Невероятно цветущей И прочее Но это было бы заложено Более инъекционно Ну вот Как в грамотной Американской пропаганде Было бы конечно круто Вот И я собственно Тебе об этом и говорю Что Ну как ты Вот ты обронил Такую фразу Всегда будет кто-то Кто будет романтизировать Да Ну безусловно Нет никогда проблем Если там Читаешь Ребенку сказку И он говорит А мне нравится Вот эта вот Мачеха злобная Она классная Да Ты с ребенком общаешься И это обсуждаешь Вот эта вот Любовь к отрицательным героям Она Как оправдание Отрицательных героев Она еще в романтизме Весь мир против Путина И сколько у него Сразу сторонников Появилось Ну давай не с Путиным Давай возьмем Например Сколько фильмов Вышло у американцев Там с управданием Джокера Вот это с Далматинцами Круэлла Круэлла Взяли все Негативные персонажи И Ну ты же Джокер Наверняка смотрел Вот это Становление С Хиакином Фениксом Да Было чувство Сострадания Главного героя Да нет Я просто понимал Какие приемы делают Кинематографичные Почему Ну мы живем В эпоху постмодерна Это просто деконструкция Персонажа Это сейчас модно То есть Ну на это есть спрос Понимаешь Опять же Раньше все было очидно Добро зло Хороший плохой Они для нас плохие Мы плохие для них Да То есть вот у нас Есть какой-нибудь персонаж В любой там Книге возьми Да Он будет хорошим То есть учили Вот надо быть хорошим Надо совершать Хорошие поступки Ну а сейчас Ты по сути можешь быть любым То есть тебе говорят Ну может быть Ты там как мразь Везде поступаешь Но внутри ты человек хороший Мы просто вступили В такую эпоху Вот и все Это новая жизнь персонажа И это неплохо монетизируется Ну вон барби Недавно вышла Ну что Да Вы лохи Бать Мы зарабатываем на вас деньги Да Мы сексуализируем Да Все такое Но мы же признаем это И мы можем над этим Поиронизировать А вот мы еще сделали Новую одежку Для барби И мы поиронизируем В фильме На тем что вы можете Ее купить А еще вы можете купить Плачущую барби Депрессия продается отдельно Все То есть ирония И все Всем похуй Все такие А ну Маттел Нас конечно Как бы наебывают Они сексуализировали Да Ну ладно Мы им прощаем Потому что они склонны К самоиронии Показать персонаж С другой стороны И все ему начинают Симпатизировать Скажи пожалуйста А кто был твой герой В школе Спайдермен конечно Спайдермен Да Но именно Образца 94 года В мультсериале Который по телику Показывали еще Да Потому что он типа Там был умный И там ответственность На себя принимал Ну мне он просто нравился Он прям знаешь Такой был как пример Для подражания Наверное Но ты помнишь Да Его тоже Его булили Ну его только Флэш Гордон булил Ой Флэш Гордон Флэш Томпсон булил А потом он стал При этом он был фанатом Человека-паука Так что не особо За буллинг считается Наоборот Открывает достаточно Интересную дилемму О которой я в детстве Обдумывал Вот Мне кажется Это вообще Один из самых Сильных героев Ну как мультсериал Да Это ответственность За свою силу Вообще Человек-паук Он больше про Половое созревание Паутина Это же аллюзия Типа на Выделения всякие И прочее Где ты это взял? Ну это очевидно Тебе Ну это подросток У которого там Проблемы с девушками И прочее И вот он должен Принять на себя Ответственность То есть стать взрослым Ну это же очевидно Это же на половое созревание Аллюзия А вот эти все остальные герои С которыми он сражается Ну Ну какие-то просто там Персонажи Знаешь Как бы Добавлены для этого Ну так вообще У каждого супергероя Который популярен сейчас Есть своя история Ты вот знаешь Что допустим Капитан Америка Это вообще Персонаж Времен Второй мировой войны Это да Который сражался Против Гитлера А потом Начали комиксы рисовать Как он сражается Против коммунистов Которые внезапно Из союзников Превратились во врагов И оказались еще хуже Но и у каждого героя Марвел Ну он их герой Но Капитан Америка Он даже образ Такого Светлого Солдата У которого есть цель И у него нет Вот этих знаешь Своих чувств Ты заметил Он такой вот Я выполню приказ Ну да То есть в нем это есть Ну солдат Да он прям солдат Солдат Это красивый образ Ну да Вот А Человек-паук Он нам разрешил Увидеть себя и плохим И с агрессией И из-за которого Там его дядя умер Да То есть Это Я это с тобой обсуждаю И понимаю Что у нас нет Такого героя Ну да Ну я повторюсь У нас Американская полностью Культура У нас были такие герои Просто у нас же была Такая соцреализм У нас был очень Там Шолохов И прочее И у нас Ну героями Во-первых Были живые люди В честь которых И названы тут Все улицы И которых Которые сейчас Активно переименовывают А потом герои Стали другие Солженицын Внезапно Понадобился Достали Чепуха Ну и Маннергеймовские Таблички даже Начали вешать Хотя человек По сути геноцид Устраивал русскому Населению В Выборге В Первую мировую Еще он вырезал Практически там Целый город Вместе с немецкими Егерями Поэтому Ну да Я как бы с тобой Полностью согласен Но просто Знаешь Я не думаю Что можно Вот просто взять Вот так вот Создали героя И он типа Становится востребован Потихонечку внедряют Но это точно не шаман А вот Я Это не знаешь Что мне нравится Или нет Я понимаю Я понимаю О чем ты говоришь Запрос есть Но Есть ли запрос На таких вот героев Без страха Упрека Сейчас И откуда они могут появиться Ну Мизулина А что она не герой Знаешь сколько В тиктоке роликов Как где девчонки Там Укладку Как у нее делают Пытаются одеваться Как она Ну я бы Не стал Мизулиной Памятник ставить Или в честь ее Улицу называть Капитану Америки Тоже памятник не поставили Но когда он умер В комиксах Плакала вся Америка Ну тогда давайте Комиксы про Мизулину рисовать Я в принципе не против Это будет классно Он кстати ей пойдет Да Она будет классным Героем комиксов Ну да Но у нас нет правда Культуру комиксов Как таковой Но вот бабл делают Ну вот у нас есть Майор Гром Тоже Очень классный герой И фильм шикарный Майор Гром да И я вот и комиксы читал Хотя комиксы мне конечно Меньше чем кино понравились Ну то есть Работа в этом направлении ведется Но вопрос в том Что у государства Должен появиться запрос На самоуважение А его пока нет Мы просто Ну купите у нас дальше ресурсы Ну купите Ну слушай Мне кажется Я не знаю Согласишься или нет Ждание Милохина Хотели делать Вот таким вот Своим парнем Когда его на первый канал Позвали Он там катался И у меня Ну я была в ярости Потому что я ненавижу Этого персонажа По той причине Что он просто вот так вот В камере Образование не нужно Ну что у меня Майбах У меня все круто Ну а капитан Америка Было в образовании Вот Ну он солдат Ну Милохин тоже солдат Информационных войск Ну не Ну Милохин просто Для меня лицо деградации И при этом Ты знаешь сколько людей Ну что вы к мальчику пристали Ну да Не ну я с ними согласен Слушай Это Ну в смысле К мальчику Ну он же взрослый человек Ну и что теперь Понимаешь У тебя тогда начнется Какая-то цензура Вот там Удален из партии За несоответствую Образу Пусть они существуют Да Ну а кто герои молодежи У молодежи Герой Милохин Да Ну пусть идет Его берут на первый канал Да Потом он оттуда вот свалил Подставил и всех И прочее Да что просит прощения Сейчас да Ну дурак Да Но Они же могли его сделать Вот этим вот героем Ну такой пропаганды Можно сказать Да Они над этим и работали Вон и Герман Греб его Перевозил на форум Как можно было так Да Вот видишь Вот ты с одной стороны говоришь Вот у нас нет героев Но начинают Что называется Так они не дошли до героев Ну не дошли Но пытались Вот что не так Как ты думаешь Вот что Где мы промахнулись Ну Милохин Стал жертвой своего окружения Вот так называемой Творческой элитой Которая Как говорил Ленин Думает что она Мозги нации Она на самом деле Говно Они все Ну антироссийски настроены Все побежали И он побежал И кинул всех Ну он ребенок У него нет Сформировавшейся парадигмы Через которую он смотрит на мир Поэтому Его с легкостью в этом убедили Хорошо У меня есть очень много Знакомых тет Взрослых 35 плюс Которые говорят Что Моргенштер Мог быть героем Да Вполне Но он мог быть героем Нового общества Ты думаешь его рассматривали? Не знаю Ну Моргенштерн Он достаточно непостоянный То есть Ну представляешь Не было бы этого интервью Собчак Вот не закрутилось бы Все Он вел бы себя спокойно Отмолчался бы Да нет Он бы рано или поздно Так же бы залетел Понимаешь Я не рассматриваю Что ты там не то сказал Тебя как бы хуйнули Я много чего не того говорил Но значит совокупность В совокупности Совокупность была Да То есть он еще много Всякого говна там Творил Но я до сих пор не понимаю Почему он инагент Но мне кажется По сути Не в том месте Не в то время оказался Но я думаю Если бы он вернулся в Россию Он мог бы продолжить Всем заниматься Не один вопрос Почему инагент Соболев Вот это вот кстати С Моргенштерна У него вообще вопросов Вот Соболев Я когда узнала Но если по совокупности Он же прям Он же за Навального топил жестко И он множество роликов снимал Которые я разбирал С откровенной ложью С откровенными фейками Ну то есть Для либеральной пропаганды Типа Каца И всех остальных Ну Соболев сделал очень много Почему я тебя так мучаю В эту тему Потому что вот ладно Там Капитан Америка Человек-паук Все-таки выдуманные персонажи Но когда кто-то дает Ну а кто в Америке Герой невыдуманный Хорошо Сейчас я тебе скажу Так Невыдуманный герой Их там нет Ну почему Подожди У них Джастин Вибер Как пример Простого мальчика А он что Хуже Милохина что ли Брынкующий на Слушай Я знаю что У меня полетит хит Ну охуеть талантливый Поет красиво Мне не нравится Джастин Вибер А под камеру Он может красиво станцевать Или тикток спродюсировать По 10 тиктоков в день Может выкладывать А вот про это я не знаю Но помнишь Когда были вот эти Вот как он залетел вообще Что он играл на На своей гитаре И выкладывал видосы На ютубе Мне нравится Вибер На самом деле Ну тут знаешь Думаешь Ну талант есть У парня голос Ну хорошо Оля Бузова Да как мы бы там Чего не говорили Да не Охрененно Ну Ольга Бузова Вот кого мы Давай так Ты говоришь Даня Милохин Вибер Мне грустно становится А я не могу тебя спорить Милохин еще молодой Честно Вот я тебе ничего не могу сказать Ну хорошо Элджей Да Кто Рядом станет Не знаю Это же все нас показывает Конни Уэст Конечно А не этот Российский Трэвис Скотт Мы же Алешу прям просто похвалили Не российский Трэвис Скотт Как это Дава Мы даву выставляем Ужас На Евровидение поедет И вот мы возвращаемся На начало разговора Когда ты говоришь Образно Что деградирует общество Никому умные люди не нужны Я с тобой Я говорю государству Да И у меня вопрос Так мы их Вот эти вот люди яркие С миллионной публикой Они имеют Силу Давайте так Ольга Бузова Имеет огромную Медийную силу Дава наверное Филипп Киркоров Я говорю это Знаешь как Удава Змею зовут Удава Слушай А он же ведь Кому-то нравится Ну кому-то нравится Кому-то и капрофиле нравится Приходится жить так Хотя в принципе Лучше уж Дава А как от них избавиться? На пароход Все хорошие люди Не Все люди с хорошим вкусом Собираются Убивают всех людей И с плохим вкусом Да Я же тебе говорю Обществу просто Ну нужно над ними Поработать Да Вот У государства должен появиться Запрос на умных людей И тогда умные люди Будут большинством В советское время Элиты были ученые И всякие такие вот люди Вот Если мы возьмем с тобой Маяковского Он очень часто писал о том Что не голодная собака У сосисочной Которая просит еду А вы ее не кормите Не виноват в этом Не Сталин Что она голодная А вы Потому что вот Где ваша эмпатия Покормите собаку И у него есть стихов На эту тему Много написано То есть С одной стороны У нас растут дети Которые Не дай бог Могут столкнуться С этим ужасом Со скулшутингом И остается только Вот мы Родители Например Которые могут Как-то повлиять На правильную На становление Вот эмпатии Просто эмпатии Что нельзя так Издеваться над животом Нельзя ногами Не бить по лицу Человека Потому что он Другой национальности Или просто Какой-то другой Это остается На нас Надо бить за дело Ну конечно Я считаю Что это в любом случае Твоя личная ответственность То как ты воспитаешь Ребенка Но все равно Влияние социума Тоже не стоит Как-то скидывать Потому что Если ты там Ребенка воспитываешь Одним образом Но сверстникам Он все равно доверяет Больше Потому что они такие же Ну я с удовольствием Показала бы своему ребенку У меня нет детей Но если у меня был бы ребенок Я бы показала бы Спайдермена Ничего плохого В этом не вижу Я тоже Но у меня будет очень У меня руки опустятся И все вижу Что она что-то смотрит С Ольгой Бузовой И будет очень-очень Нет у меня нет Я и тикток как бы дам И все Потому что Ебать Ты прикинь Вот популярно Ну Ольга Бузова Мне кажется Молодежь не так популярна Кто там сейчас Какой-нибудь там Холидей бой Или что-нибудь такое Вот все в школе Все будут в школе слушать А она у тебя просто Как лохушка Ей погореть не с кем будет Ну это тоже обидно Ну нельзя Ну есть вот такая У нас культурная среда Слушай Ну я слушала Например там Тяжелый рок Ну какая красная плесень А кто-то слушал Ну Кто-то же слушал там Рэп Кто-то с ума сходил Когда Рамштайн приезжал в Москву А кто-то ожидал концерта Руки вверх Да Но это всегда как бы Альтернатива была какая-то Не знаю Я бы на то и на то сходил Я короче помню У нас в восьмом классе Был Типа Ну такой небольшой огонек И там кто-то принес Поставил Мерлина Мэнсона А я тогда был еще Очень такой Верующий Я короче побежал К учительнице Сказал Я боюсь Что за эти песни Я попаду в ад Но я бедничал короче И учительница пришла Вырубила Мерлина Мэнсона Включила какую-то Папсу Галиму Который сейчас Даже никто не вспомнит Есть как бы Разные люди Ты с этим глобально Ничего не сделаешь Просто вот Все оно есть Надо жить с этой культурой Как со скулшутингом Бороться Ну всеми возможными способами Но в том числе И нужно наверное Заниматься культурной экспансией Не ждать Пока нас выебут А самим идти На другие страны Показывать Смотрите какая у нас Культура интересная Ну вот допустим Моя друг сейчас Славянская фэнтези делает Да Настольную игру Там прорабатывают персонажи Игровые механики Будем тестировать Надеюсь уже скоро Потом Комиксы у нас есть свои Ну вот Поддерживайте Занимайтесь Распространением Продавливайте Чтобы в магазинах Оно типа было И прочее Причем вот майор Гром Он Несмотря на то Что делает его Либеральную тусовку Он достаточно Все равно Патриотичный Там вообще политика Не затрагивается Но при этом Там есть ГГ Который типа полицейский Который крутой На манер всех Американских фильмов Вот Так что В этом плане Все есть Вот пусть делают Пусть работают Когда СВО Закончится Скулшутинга Будет больше Как думаешь Не знаю Честно говоря Я думаю Что Проблема будет Как и после Второй Чеченской То что придет Множество людей С ПТСР А государство На них похуй Оно типа не будет Ими заниматься Предоставлять психологическую помощь Поэтому Ну наверное Но я не думаю Что скулшутинг Он как-то Зависит от родителей Я считаю Что скулшутинг Он произрастает Во-первых Из того О чем я сказал Вот эта логика В том числе И из Вот этого Знаешь Культа Продуктивности Ты заходишь В социальные сети Все там пишут Какие они Охуенные Сколько они Сегодня 10 тысяч дел Сделали Как они В этой Социал-дерминистической Гонке Преуспевают И ты сидишь Такой Бля Вот это я Ебаный Вот это я Лох Вон он Там Сходил Уже 10 километров Пробежал А я На жопе Сижу На диване У тебя Еще больше Руки Опускаются Ну Из-за этого Тоже проблема А это Постят Потому что он Продается Я вот сколько Людей знаю Типа дохуя Киберуспешных На самом деле Вообще Несчастные люди И все это По большей части Истории придуманные У меня есть Даже знакомая Которая Там С собаками Вот Он только с ними Фоткается И все Все остальное Время Сами по себе Вляет Ну вот Много всяких Историй Неприятных Ну это еще И оружие Которое Все таки Было в доступе Ну я думаю Оружие Можно раздобыть Если что Там берешь Какую-нибудь Не буду говорить Название Некой поваренной Книги Да Ну берешь Научишься Изготавливать Все равно Кого-нибудь С собой На тот свет Заберешь Это Знаешь Для меня Эта ситуация Больше связана Наверное Как я пишу Научную работу Я пишу Больше о том Как в речи Пока Не совершилось Преступление В речи Увидеть проблему Вот И предотвратить ее Потому что Я считаю Что есть Он уже пришел В школу Уже все Здесь просто момент Сколько и будет Этих людей Но там уже все Как кто бы не стоял У двери Но это мое мнение Все-таки я не могу Там отвечать За все моменты безопасности Я вот больше за то Что вот до этого Есть сигналы Ребенок подает Эти сигналы Даже если С виду Все кажется Хорошо Мы не сказали Одну самую важную вещь И ты являешься героем Для очень Многой молодежи Сюда приходят ребята Которые Услышав Сюда придет Стас Стас Боже Я его обожаю Это молодые ребята Это школьники Круто что меня еще не забыли После удаления меня Нет Тебя очень даже не забыли И это школьники И мне кажется Что это самое прекрасное Что это новое Вот это поколение Да круто И ты ему очень нравишься И я всем сказала И хочу сказать тебе Первый раз Человек такой Крупный блогер Да вот Спокойно Со мной общался Без всякого пафоса Это очень Очень приятно Кто с тобой пафосно общался Давид Хватит Ладно Нет Ну не Давид Но обычно Есть такое А кто вы А что Вот Мне приятно было Правда Очень легкое общение И Я Большая часть людей Которых я знаю Они очень уважают тебя За то Как ты себя сам сделал Спасибо большое Как ты еще сам обучаешься Спасибо тебе большое Мне было полезно Спасибо тебе огромное Я буду рад тебя Солен Что ничего прям Совсем конкретного не сказал Но Ты должен был сказать свое мнение Ты не можешь говорить ничего конкретного У меня мнение такое Что скулшутинги Что повальная наркомания Оно все следствие того Что большинство людей Не видят смысла в своей жизни Зачем вообще живут Ну то есть К звездам мы не летим Ты мне что отказал Это родители Ты все равно мне дал Родители Как не крутить Родители да Но здесь Я Системный подход Ну и нельзя только сказать Что только родители Виноваты В процентном соотношении Сколько у родителей Кстати ты знаешь Отца этой девочки Ну все Под арестом Я считаю 50 на 50 Потому что государство Нам не дает надежды В советское время О чем мечтали Космос покорить В Китае сейчас Хоть там и тоже есть Колумбайны Но в намного меньше количествах Мы кстати видим Чем более капиталистическая страна Есть статистика Тем больше там колумбайнов Люди Не мечтают больше о высоком Потому что мы знаем Что при нашей жизни Этого высокого Мы не найдем Мы все время Вынуждены быть В этой гонке Пытаться быть круче Чем сосед На более крутой машине Ездить В инстаграм Жопу выложить Чтобы быть там Самым красивым Подписчиков больше набрать И глобально-то Мы ничего не хотим И в какой-то момент Человек просто ломается Ну а мы Человек я считаю Он создан Для того чтобы Хотеть чего-то большего Чем он сам Мечтать о покорении Каких-то вершин И нужно чтобы Человечество в целом К этому стремилось Бля нихуя Сейчас цитату скажу Сам придумал Нельзя излечить человека Пока не вылечишь Человечество Блядь Мне кажется Я на ней Надо закон Ебать я философ Охуеть да Мы так и назовем Мы так и назовем Этот ролик Кстати я приходила В Сбербанк За инвестицию Ну просила инвестиции В свой проект По поводу того Чтобы вот Делать анализ речи Знаешь Какое количество детей Умирает от шкул-шутинга Я говорю 0,04 У нас нет И проблем У меня друг Московский режиссер В 14-м году Уехал на Донбасс Занимался Гуманитарной помощью У него Сбербанк Заблокировали карту За спонсирование терроризма То есть его блядь Террористом назвали Герман Греф Поэтому Тебя еще Не очень Нет У меня вообще Все нормально Террористка Не назвали Ну Вообще Тяжело Идут ролики Про шкул-шутинги Когда их обозревают Да Очень тяжело Но есть компании Которые Прям рекламодатели Прям поддерживают Есть те Которые Типа Во Вот эта тема Да Понимают с этим вопросом Их это волнует Прямо к ним приходят Видно Что это не частные Ну да Они как бы хотят Говорить В любом случае Знаешь Можно закончить Наверное Цитатой Карла Маркса Так Что еще Обоссаный коммуняк Может сказать Если человека Формируют обстоятельства Значит нужно сделать Обстоятельства Более человечными Спасибо тебе большое Спасибо